Послание к Ефесянам, глава шестая Рабы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, Служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресло ваше истинною и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А баче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. «Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши». Мир, братьям, и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.